Приветствую вас. Я думаю, что игнорирование ваших чувств точно не является тем, что идет вам так или иначе на пользу. Я думаю, что игнорирование собственных переживаний совершенно точно не то, что даст вам какой-то позитивный толчок или как-то улучшит, например, ваше восприятие себя и как-то усилит, улучшит ясность вопроса, о которой вы сейчас переживаете. Смотрите, смотрите, какой момент я хотел бы отметить. Во-первых, начнем мы, наверное, с того, что я прекрасно понимаю вас, я примерно понимаю, что обучение вас не устраивает, что вам очень тяжело и трудно. Вот, я понимаю, это прекрасно. Но хочу сказать вам, наверное, следующее, следующее. Хочу сказать следующее. Я не думаю, что то, что происходит с вами сейчас, в данный момент, является следствием проблемы с учебой. Я честно так и не думаю. И я так не думаю, потому что вы говорите о планировании. Вы говорите, что вы всю свою жизнь склонировали, исходя из того, чем вот собирались заниматься. Пожалуй, это ваша, чуть ли не самая слабая страна, потому что планировать жизнь не лучшая идея для человек. Потому что, как вы видите сами, все что угодно может пойти не так, все что угодно может пойти по-другому. И вы оказались не готовы к тому, что ситуация сложилась именно таким образом, а не как-то иначе, как-то по-другому. Вот. И отчасти поэтому, я думаю, что ключевой вашей проблемой является то, что вы склонны к планированию. То есть вы склонны именно планировать свою жизнь, а это не всегда работает, это не всегда помогает, не всегда оправдано. Вот. И именно это, то, что вы планировали все, то, что вы спланировали. То, что вы, возможно, не, ну, возможно, не привыкли жить своими чувствами, а привыкли больше полагаться на какой-то, ну, на какую-то стабильность извне, да. Мне кажется, это и является ключевой вашей, собственно, проблемой. Вот. Потому что, ну, я не думаю, что у вас учеба, именно учеба, могла вот так выбить из колеи, да. То есть я не думаю, что проблемы с учебой могли выбить вас из колеи. Я думаю, что вы, скорее всего, просто столкнулись с трудностями, да, может быть, с очень серьезными трудностями, не может быть, а точным. Вот. Вы столкнулись с трудностями. И вы не готовы оказались их преодолевать. То есть вы оказались не готовы, значит, ну, просто делать что-то еще, что-то больше, для того, чтобы заниматься любимым делом. Вот. Я не хочу сказать ни в коем случае, что вы, например, должны, что вы должны хотеть, что вы должны преодолевать. Нет. Я так не считаю, я не считаю, что вы должны. Я просто говорю о том, что сейчас происходит. Вы себя потеряли, причем вы потеряли и вообще себя повиня. То есть что делать вы не знаете. Но это видео означает, по крайней мере, с моей точки зрения, это означает, что вы не наполнили то, чем вы занимались, то, чем вы, может быть, хотели заниматься, да. Вы не наполнили это своей, например, ценностью. То есть ценности в том, что вы делаете, ну, для нас очевидно немного. Ну, вот. Я могу здесь, конечно, ошибаться. Я ни в коем случае не претендую сейчас на истину. Вот. Но мне кажется именно так. То есть вы просто сготели к определенному виду работы, но никакого ценностного наполнения этого нет. Этого не было. Не было никакого ценностного наполнения того, что вы делаете. Вот. Потому что, ну, допустим, у вас не получилось, вот, ну, как-то реализоваться, допустим, в этой магистратуре. Да. Ну, не нравится вам, к примеру, процесс обучения. Вот. Вы понимаете, что вас он не устраивает. Вы понимаете, что это вообще не для вас. Ну, и, соответственно, вы просто берете и переводите во что-то, во что-то другое, да, ну, в какую-то другую, в другое учебное заведение. Но вы этого не делаете. Вы этого не делаете. Вы говорите, что у родителей вам, вот, ну, родители говорят, что вы доучились. Но простите, простите, пожалуйста, при чем здесь родители? Какое отношение родители имеют к вашей жизни? Ведь это ваша жизнь, это ваше время. Это ни много ни мало ваше здоровье, которое вы тратите сейчас на то, что, по сути, вас вводят вот в такое депрессивное состояние. И родители здесь совершенно ни при чем, потому что не они это проживают, а вы. И как мне видится, что либо вы достаточно сильно зависимы от родителей, вот, либо вы считаете, например, что должны им, ну, вы считаете себя обязаны им, ну, вот, либо вы просто привыкли на их мнение полагаться, либо вы вначале не были уверены в себе. Потому что сами родители ничего не решают относительно ваша учеба. Понимаете, какая штука. Ну, вот. Это, ну, это то, что я, вот, совершенно очевидно могу вам выразить, да, могу вам сказать и так далее. Вот. Вот это правда важно. В остальном, что победа, что поражение, мне кажется, в корне неверный подход, потому что, потому что в жизни таких понятий, как поражение или победа нет. В жизни есть то, например, с чего вы хотите, да, в жизни то, что вам нравится, то, что вам нужно, то, что актуально для вас, вот, в данный момент времени. И если для вас сейчас перестало быть актуальным то, чем вы занимаетесь, значит, ну, значит, это нельзя игнорировать. Вот, что такое жизнь. Победа и поражение в жизни это достаточно такие стереотипические и, вот, на самом деле устаревшие вещи. То есть, вот, есть некий такой, есть некая ирония в том, что вы следуете на устаревшие методы обучения, но при этом, используя такие слова, как поражение, да, и как победа, вы, по сути дела, ну, тоже используете устаревшие понятия. Вот. То есть, тут вот, мне кажется, нет какой-то, ну, точнее, не какой-то, а тут нет какого-то единства, единства мнения, да, единства личности ваших. Ну, вот, и опять же, опять же, я хочу, чтобы вы, как бы, правильно поняли. Я не обвиняю вас, мне нет цели вас обвинить, потому что я указываю вам на те вещи, что по сути, по сути, что победа, что поражение зависит от точки зрения конкретного, конкретного человека. Вот. То есть, в данном случае, можно конкретным человеком назвать вас. Ну, и всё, как бы, вот, по сути, речь идёт об этом, понимаете? То есть, эээ, вот, что, что для вас, да, что для вас, эээ, будет победой, а что для вас будет, будет поражением. То есть, эээ, вот это, мне кажется, важный момент, очень важный момент, который, эээ, желательно, эээ, вам для себя решить. Понимаете? Вот. Ну, и, понятное дело, что, если вы в жизни используете такие, вот, эээ, понятия, да, то вам придётся нелегко, потому что победы и поражения, в жизни победы и поражения очень много. Вот. И, эээ, как бы, говорить, эээ, ну, ориентироваться, эээ, на, эээ, ээээ, ну, допустим, допустим, ориентироваться на столько победы или столько поражения, мне представляется не совсем конструктивным. Именно, да, опять же, с точки зрения вас. Вот. Поэтому, то, что я вижу сейчас, это ваше нежелание брать ответственность, ваше нежелание, ээээ, самостоятельно принимать решения. Вот. Ну, опять же, я не, ээээ, я не обвиняю вас, да, я не считаю, что вы обязательно это должны сделать, но я также, также думаю, что мы в силах помочь вам в том, что вы сейчас, что вы сейчас чувствуете себя потерянным. Вот. Также, мне кажется, очень важно было бы раскрыть, эээ, значение того, почему учеба на вас, эээ, так вот, сильно, ээээ, подействовала, да, то есть, почему вы, вот, так отреагировали на учебу. То есть, ну, да, ну, ну, не самая передовая система обучения, да, ну, да, особенно, там, ну, некоторые особенности преподавания имеют. Вот. Но почему на свой счет вы все это, ээээ, приняли? Почему, то есть, как бы, можно же, можно же домашнее задание делать, ээээ, не обязательно, но отлично, да, и так далее. То есть, тут складывается ощущение, что у вас имели место быть некие ожидания, которые, ну, вот, эээ, неоправдальны, да, и вы, соответственно, из-за этого еще, может быть, ээээ, как-то, вот, переживаете. Вот, эээ, плюс, эээ, ко всему, плюс ко всему, вероятно, есть, эээ, момент сравнивания. То есть, вы сравниваете, эээ, свою ситуацию, да, эээ, с, ээээ, аналогичной у, ээээ, ваших, ээээ, значит, ну, у ваших, ээээ, друзей, ваших знакомых, вот. Ээээ, мне кажется, это, тоже, не, не, не совсем, ээээ, корректная позиция, вот, потому что, эээээээээ, как бы, ну, что, что у вас, да, вот, то, что у вас, то, что у них, это все-таки разные вещи, и вы выбрали тот университет, который хотели, я так понимаю. Вот, и здесь, здесь мне, на самом деле, не очень, ээээ, понятно, почему вы сравниваете, то есть, вы говорите, что, вот, у других там не так, у других там не так. Вот, ну, если вы считаете, что у других так, то, соответственно, вы можете поступить в том регистратуру, где так, и все, то есть, проблем тут, лично я проблем тут не вижу, вот. Вот, но если, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ связанные. Вот. И тогда уже работа с этим. То есть, я бы хотел, чтобы вы не воспринимали вот ситуацию, которая с вами сейчас происходит, я бы не хотел, чтобы вы воспринимали эту ситуацию как катализатор ваших проблем. То есть, это не так. Проблемы были, просто вы, вероятно, их в той или иной степени либо подавляли, либо избегали. Вот. Так что, такой вот ответ вам я мог бы дать на самом деле. Вот. И ваш, ваш, ваш вопрос, он звучит, на мой взгляд, на мой взгляд, ваш вопрос звучит в некоторой степени провокационно. Да, в некоторой степени ваш вопрос звучит провокационно. А провокационно, а почему? Да, почему, почему ваш вопрос звучит провокационно? Потому что вы хотите, чтобы мы за вас приняли какое-то решение, но это невозможно и психолог этого сделать не может. Но вот помочь вам разобраться в себе, да, мы более чем, способны. Вот. Поэтому, примерно так, я думаю, можно ответить вам на вопросы, которые вы задаете. Я надеюсь, что это было полезным. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю найти себя, я вам желаю найти свой ориентир жизненный, я вам желаю жить, жить, быть в контакте со своими чувствами. Вот. И всего вам самого доброго. Удачи! Умертим!